Приветствую всех! Сегодня мы в столярке и сегодня мы откроем тайну, которую скрывают от вас многие производители топоров. А именно то, что они ни хера не насаживают свои топоры. Но мы не из таких и поэтому мы покажем, как правильно насадить топор на рукоятку. Ну, конечно же, на примере наших топоров. Первое, с чего стоит начать, это как правильно подогнать рукоятку под голову топора. Предположим, у вас уже есть заготовка рукоятки, вам надо будет подогнать рукоятку под проушину топора. В большинстве случаев их нужно подгонять. Иногда подгонки по минимуму, иногда ее может быть очень много. Так вот, расскажем, как это делается. Найти карандаш тоненький и острый. Вот такое чувство, что никто тут карандашами, блядь, не пользуется. Пизду. Я возьму маркер. Почему именно маркер? Потому что он красный, его хорошо будет видно на видео. А вам брать маркер не рекомендую. Потому что потом запаритесь сошлифовывать вот этот след от маркера. Так, что мы делаем? Мы смотрим. Вот у нас здесь прямая конусность. Здесь у нас проушено больше, здесь меньше. Нам нужно, чтобы ручка просела на какую-то глубину, нужную нам. Вот. Поэтому мы будем отмечать сначала по меньшей стороне. А вы можете взять, отметить, где у вас изнутри, где у вас что-то не влазит. Можете просто сделать это на глаз. Вот я посмотрел, я себе отметил участок, который мне нужно снять в первую очередь. Когда мы отметили материал, который нужно снимать, здесь нужно выбрать инструмент, которым будете работать. Понятно, что не у всех есть шлифовальный станок или гриндер. Гриндер также можно заменить обычным крупным напильником или рашпилем. Также можно сделать это, например, с кобелем. А в крайнем случае, может даже и топором. Если он хорошо заточен. Я буду делать это гриндером, потому что он у меня есть. Ну и потому что так быстрее и, может быть, будет вам понятнее на этом видео. Важно не забыть снять фаски из торцов рукояти. Потому что, когда вы будете заколачивать рукоятку, острые углы могут сколоться и вы испортите свою заготовку. Итак, мы сняли основной материал. И теперь вставим рукоятку в проушину и заколотим ее, чтобы остались следы. Заколачиваем без фанатизма, потому что нам потом ее снимать. Для того, чтобы снять, используем небольшой кусочек обточенной деревяшки, как своеобразную выколотку. Старайтесь не ронять рукоятку, потому что это не очень хорошо. Вот мы сняли рукоять с головы и видим характерные следы трения. Там, где у нас касалась проушина рукоятки. В первую очередь, это нам и нужно будет сточить. Мы стачиваем следы и повторяем операцию с заколачиванием. До тех пор, пока рукоятка плотно не сядет в проушину. Если остаются какие-то дырочки, аккуратно помечаем их карандашиком и при следующем съеме их не трогаем. Я их не буду трогать, а буду снимать вот это пространство. Не дотрагиваясь до них. Важно отслеживать, чтобы во время насадки топор садился ровно, чтобы лезвие топора не поворачивалось в ту или в другую сторону. И также важно следить за закрытостью и открытостью топора, исходя из ваших задач. Есть способы, несколько методов, как повернуть голову во время насадки в нужную вам сторону. А если голова у вас разворачивается в левую сторону, вам нужно подсточить рукоятку справа снизу и слева сверху. Таким образом голова развернется в нужную сторону. И аналогично, если у вас голова повернута вправо, вам нужно сточить противоположные стороны. Тогда, манипулируя стачиванием материала с разных сторон, вы будете управлять насадкой головы и насаживаться она будет ровно. Аналогичная методика касается и разворота головы в плоскости, когда мы хотим открыть или закрыть топор. То есть, если нам нужно развернуть топор внутрь, то есть закрыть, мы стачиваем снизу со стороны ручки и сверху со стороны передней части рукоятки переднего торца. И тогда голова у нас разворачивается. Аналогично, если мы хотим ее открывать, мы стачиваем сверху со стороны спинки рукоятки и снизу с торца. Мы подогнали рукоятку к проушине и теперь нам нужно решить, сколько клиньев мы будем делать и как будем располагать клинии. Сразу оговорюсь, что самый лучший вариант клиньев – это деревянный. Из более плотного дерева либо дерева той же плотности, из которой сделана у вас рукоятка. Если клин у вас будет из более мягкого дерева, он не разожмет рукоятку, а просто сам сомнется. Это, я думаю, логично и всем понятно. Чаще всего, если у вас хорошая проушина, если вы хорошо подогнали, вам будет достаточно одного продольного клина. Мы размечаем его на рукоятке, надев голову, чтобы лучше ощутить симметрию. Если у нас плохая подгонка, либо если проушина у нас имеет форму, например, песочных часов, нам понадобится добавить еще два или, может быть, четыре клина. Например, два снизу, если у нас есть зазор снизу, либо два сверху, если у нас есть зазор сверху. Либо, например, мы хотим развернуть голову вверх и добавляем клинья сверху. Хотим закрыть голову вниз, добавляем клинья снизу. Таким образом, можно играть поворотом головы за счет клинив. Также можно сделать четыре клина, если такая необходимость есть. Дополнительных четыре клина к одному центральному. Мы срезали излишнюю длину, которая осталась у нас после подгонки рукояти. И теперь, отметив глубину проушины, насколько она у нас садится на ручку, мы делаем распил. Распиливаем не больше, чем на две трети глубины проушины, потому что это повлияет на прочность. Если мы распилим практически до конца, рукоятка у нас может обломиться, потому что мы ослабили ее распилом. Что еще важно? Что вот в этой части, где у нас нет распила, проушина должна плотно прилегать к рукоятке, как бы сжимая ее. И за счет этого, во время расклинки, рукоятка не треснет, потому что она у нас обжата головой. Важно будет перед расклинкой хорошенько вколотить рукоять. Я размечаю направление пила сверху и снизу, чтобы понимать симметричность. В конце распила я делаю небольшой треугольничек. Хотя это не обязательно, но лишним не будет. Такую операцию можно заменить сверлом. Я делаю распил на ленточной пиле, но это можно сделать и обычной ножовкой по дереву с мелким зубом. Я бы не рекомендовал использовать слишком тонкие ножовки по той причине, что не будет пространства для того, чтобы заколотить клин. Важно, когда пилите продольный клин, сделать его симметричным. Если какая-то сторона у вас будет тоньше, а какая-то толще, может быть при расклинке голова у вас повернется, потому что одна из ламелей разогнется сильнее и повернет за собой голову. Поэтому важно следить за толщиной стенок при распиле. Также вы можете использовать этот эффект при случае, если у вас кривая голова и вам нужно повернуть голову при насадке. Но я бы рекомендовал делать это именно во время подгонки, а не расклинки, потому что тяжело контролировать эффект поворота клиньями. Если мне нужно делать пропил под дополнительные два клина снизу или сверху, я делаю его со смещением к краю, чтобы ламель, которая у нас будет отгибаться при расклинке, не была слишком толстой и не дала трещину. Пилить ручку поперек, посередине не стоит, потому что толщина древесины будет большая и древесина не разогнется, а просто даст трещину. Поэтому мы смещаем дополнительные клинья либо вверх, либо вниз. Стоит ли использовать клей при насадке топора? Однозначно стоит использовать при посадке клиньев. То есть клиния деревянные, рукоятка тоже из дерева. Дерево к дереву замечательно клеится. Нужно этим пользоваться. Вот. Также я не брезгую промазывать все поверхности, которые у нас соприкасаются. То есть металлическую часть, деревянную часть, как минимум за счет этого рукоятка просаживается дальше, потому что скользит по клею. Вот. Также клей может заполнить какие-то неровности, которые у нас не продавились деревяшкой. И также клей заполнит пустоты в распиле, которые не заполнились клином. Вот. Воздуха там уж точно не должно быть. Пускай там будет лучше клей, чем воздух. Какой клей лучше использовать? Можно использовать практически что угодно. То есть разные столярные клеи, наподобие ПВА и что-то импортное. Главное, чтобы не сильно плохое. Некоторые даже садят на такой клей, как ПУР. Вот. Все в нем хорошо, но в нем можно нехило извозюкаться, а оттираться от него не самое приятное. Ну и опять же эпоксидная смола. Эпоксидная смола 24-часовая. В принципе, отличный вариант и мы сами используем такой вариант по ряду причин. Во-первых, она достаточно долго застывает и можно не торопясь насадить топор и убрать все излишки клея, не запачкав рукоятку. Соответственно, она замечательно убирается растворителем. Подойдет обычная советская эпоксидная смола, которая разводится 1 к 10, если я все правильно помню. Вот. Что важно, такую смолу желательно армировать. Армировать, например, той же мелкой деревянной пылью. Тогда смола будет менее хрупкая и более вязкая. Но не надо делать так, чтобы у вас там была куча смолы, которая просто заполнит ваши косяки при насадке. Если вы насаживаете топор, то там не должно быть никаких щелей. Клей, излишки клея должны все выдавиться и должен остаться только тоненький слой, который смочил поверхности. Почему не стоит использовать металлические клинья? Потому что металл не очень хорошо соприкасается с деревом. У нас уже есть металлическая проушина, но проушина расперта со всех сторон. А клин, он клиновидный и он будет стремиться вылететь вверх при вибрации. А приклеить такой клин к рукоятке, чтобы он у нас не вылетел достаточно проблематично. Есть еще круглые трубчатые клинья, которые забиваются поверх деревянного. В целом это неплохой вариант, но он скорее ремонтный. И в целом я бы не рекомендовал использовать такой клин по той причине, что он намертво уничтожает рукоятку. После того, как вы забили такой клин, вам его не вытащить и не починить рукоятку. Рукоятка с таким клином идет в мусор. То есть, если у вас деревянный клин, вы сняли ручку, переподогнали и дорасклинили. С металлическим клином, с круглым, такая тема не проканает. вы не сможете его извлечь, не повредив рукоятку. Мы сделали пропилы, подогнали рукоятку, сделали клинья и подогнали их в размер. Теперь мы смазываем все поверхности, которые у нас будут соприкасаться тонким слоем эбоксидки и максимально плотно, сильно забиваем рукоятку на место. Важно, чтобы в процессе расклинки, когда мы будем забивать клинья, она не уехала со своего посадочного места. Еще раз повторюсь, ручка должна быть плотно обжата проушиной. Далее мы забиваем центральный клин примерно до половины. Если у нас есть дополнительные клинья, сейчас самое время их заколотить. Когда мы заколотили маленькие дополнительные клинья, продолжаем заколачивать основной клин. Заколачиваем до того момента, пока он двигается вниз. Если он треснул, значит это момент, что дальше идти ему некуда. Либо если он просто остановился. Не ленимся, заколачиваем клинья хорошо. Смотрим, чтобы не было щелей, чтобы клинья заполнили всю проушину. Далее убираем излишки клея щепочкой и протираем тряпочкой, например, в каком-нибудь растворителе, чтобы не осталось следов и не запачкать ручку и не запачкаться самому. Подпиливаем излишнюю длину клиньев и излишнюю длину рукоятки. Также важно оставить 3-5 миллиметров рукоятки, чтобы древесина образовала своеобразный замок, который будет держать голову и защищать ее от слитания. Шлифуем торец и после этого покрываем его маслом. Можно использовать тунговое масло, если у вас нет, можете использовать льняное масло или какое-то другое масло, которое полимеризуется, то есть застывает и заполняет поры. ручку тоже можно помазать маслом. Плохо от этого никому не будет. Итак, вот мы и насадили топор. Понятно, что это базовые приемы для насадки топора, которые мне удалось рассказать именно в видеоформате. Чтобы рассказать более детально, нужно больше времени и может быть даже не видеоформат, а какой-то мастер-класс. Когда-нибудь возможно мы к этому придем и будем проводить где-нибудь мастер-классы по насадке топора, по заточке и почему-нибудь еще. Что еще хочется сказать, что качество насадки очень сильно зависит от качества самой проушины топора. Порой проушины бывают достаточно кривые, асимметричные, бывают в другой плоскости относительно лезвия и здесь чтобы посадить такой топор вам придется постараться и напрячься, чтобы сделать это хорошо. Но приемы как это сделать я вам подсказал. Надеюсь, у вас все получится, удачи в ваших начинаниях. Продолжение следует...